Мужество и доблесть, огромная любовь к родному Азербайджану. Муборис Ибрагимов героически погиб во время боевого дежурства в неравном бою с врагом. Он уничтожил большое количество живой силы оккупанта. Это случилось 18 июня 2010 года на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. Возвращать его тело на родину в Армении не хотели. Сделать это удалось лишь спустя несколько месяцев, в ноябре. Муборис Ибрагимов был похоронен на второй аллее почетного захоронения в Баку. На церемонии прощания с национальным героем присутствовал президент Ильхам Алиев. В тот же день азербайджанская общественность простилась с Фаридом Ахмедовым, старшим лейтенантом, погибшим при выполнении служебного долга в Тертерском районе. Муборис хорошо знал, что не выживет в этом бою. Но любовь к родине и родной земле, живший в нем дух патриотизма, возвысили его на вершину шахидства. Муборис служит примером для всей молодежи. Каждая потеря на линии соприкосновения войск потрясает нас. Каждая потеря для нас тяжела. Но мы живем в условиях войны. И Муборис и Фарид своей жизнью, своим героизмом доказали врагу, что азербайджанский народ, азербайджанская молодежь готова отдать жизнь за родину. В условиях войны азербайджанский народ жил почти 30 лет. Но все прекрасно знали, как в стране, так и в соседней Армении, войска которой захватили Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, что оккупация не будет длиться вечно. Президент Ильхам Алиев неоднократно давал понять, не мирным путем, так военным. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Муборис и Фарид погибли не на территории другой страны, а на родной земле. Настанет день, когда Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. И этот день наступил осенью прошлого года. В результате Отечественной войны доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим президентом Ильхамом Алиевым освободила свои земли от армянской оккупации. Как и в 2010 году, так и сегодня глава государства подчеркивает, Карабах – это наша родная исконная земля. И мы никогда не позволим, чтобы на нашей родной земле было создано второе армянское государство. Муборис Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Белесуварского района. В 2005 году с отличием окончил среднюю школу и в марте 2006 был призван на действительную военную службу. Позже он по собственному желанию окончил курсы подготовки прапорщиков учебно-образовательного центра вооруженных сил. Достойно и добросовестно исполнял воинский долг во фронтовой зоне. Светлая память о Муборисе Ибрагимове, которому принадлежат исключительные заслуги в защите независимости и территориальной целостности Азербайджанской республики, никогда не будет забыта. В 11-ю годовщину со дня гибели Мубориса Ибрагимова военнослужащие Министерства обороны посетили могилу национального героя. На церемонии «Минутой молчания» была почта память всех павших за свободу нашей Родины, возложены цветы к их могилам. Минутой молчания